Полосы, пятны и цвета. Так называется выставка Тульского экзотариума. В ней представлены коллекции змей всевозможных ярких и даже иногда кричащих окрасок. Эти очаровательные рептилии пленяют своей грациозной пигментацией всех посетителей выставки. У нас проходит уже не первый год конкурс красоты змей. На этой выставке мы тоже голосуем за самую красивую змею, по нашему мнению. У нас посетители голосуют. У нас был международный конкурс красоты змей. Также у нас проходила выставка змей, где подбирались платья различных девушек. Модель даже такой у нас была. А в этом году мы решили сделать именно моду среди животных. В выставке представлено 16 змей. Некоторые из них обладают модификацией окраски, которая не существует в дикой природе. Такая пигментация вывезена в специальные лаборатории для сохранения потомства рептилий. Представлены здесь и ядовитые змеи, мангровая змея и многопятнистая бойка. Свой яд они используют, чтобы легче переваривать пищу. А эта кокетка только притворяется опасной змеей. Аризонская королева примеряет на себе наряд ядовитой рептилий, чтобы не стать обедом хищника. Но есть в Тульском экзотариуме одна из самых опасных и ядовитых змеи дикой природы – габонская гадюка. Спастись от такого укуса практически невозможно. Если гадюка это укусила, допустим, в конечность, в руку или в ногу, то спасение состоит только в том, чтобы отнять эту конечность. Если укусит выше, то есть это либо торс, либо голова, то спасения уже не будет никакого. Полюбоваться грациозными змеями можно быть с 18 по 29 июля. Каждый желающий сможет проголосовать за самую лучшую, по его мнению, красавицу природного подиума. Елена Лермонтова, Сергей Давыдов, Новости Тулы.